Говорится, что учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учится. И также Священные Писания советуют нам, для того, чтобы наша духовная жизнь стала успешной, найти такую самоосознавшую Личность, мудреца, у которого мы могли бы учиться. Учиться тому, как он действует, как он общается, как он говорит, о чём он говорит. То есть, как он проявляется в этом мире, и учиться у него всему. Вот такой Личностью для меня стал мой духовный учитель, его милость, читание Чандры Чарампрабу. Только в этой жизни я уже 17 лет пытаюсь идти за ним, пытаюсь идти по его стопам. И с тех пор он стал для меня самым главным и важным человеком в моей жизни. Скорее всего, только благодаря его молитвам, я жива сейчас, потому что 12-й год для меня лично стал действительно концом моего света. Я болела много в этом году, целый год лежала в разных больницах. У меня была тяжёлая операция, я не могла какое-то время повторять святое имя, свою джапу. И мне передали, что в это время Гуру Махарадж молится за меня, о моём выздоровлении. Он повторяет на чётках круги, посвящая их мне. И, конечно же, благодаря этому и молитвам моей мамы я вот сейчас смогу продолжать служение. Гуру Махарадж обладает бесконечным терпением. Он прощает мне много ошибок, так показывая, что он продолжает верить в меня. Вот так возвышая меня. И если он недоволен мной, то, конечно же, я стремлюсь исправить ошибки. И если я вижу, что Гуру Махарадж шутит с преданными, если он радостен, если он счастлив, то хочется сделать очень многое, хочется усилить служение в два-три раза. Кажется, что я могу Гуру свернуть в это время, чтобы он был счастлив. Слушая лекции Гуру Махараджа, слушая его наставления ученикам, наставления, данные лично мне, я слышу в его словах такую духовную силу, силу знания, такую уверенность, которая разрушает мои сомнения на духовном пути. И цель моей жизни, цель моего пребывания в этом обществе, она становится очень ясной, определенной. Гуру Махарадж дал мне такое служение, благодаря которому в моей жизни появились, обратили на меня внимание богини Лакшми, богини Сарасвати. В моём литературном творчестве я чувствую новые энергии, энергии богини Сарасвати. И это только благодаря благословениям Гуру Махараджа. Так же, как Гуру Махарадж, я с детства не могла говорить на публике. Что там на публике? Если передо мной было более чем два человека одновременно, я уже не могла связать двух слов. Гуру Махарадж дал мне задание ехать с выставкой индийской миниатюры, проповедовать, говорить о Кришне. Так я начала учиться говорить. Так же, когда я молчала в то время, Гуру Махарадж вдруг сказал мне, что я должна буду читать лекции. Мне ничего не оставалось, как поверить ему. И вот сейчас уже несколько лет я веду на Махату в Умской ядре. Всё это происходит только благодаря поддержке, благодаря защите, благодаря благословениям, благодаря молитвам Гуру Махараджа. Потому что если бы на нём этого ничего не было бы в моей жизни. Какие-то способности, какие-то качества, необходимые для служения, появляются только благодаря ему. Милость Гуру Махараджа, она вокруг, она касается каждого, каждого человека. Очень много милости имеют его ученики. И Гуру Махарадж даёт свою милость даже тем, кто её не заслуживает. Он знает, что некто может предать его, но даже тем он даёт свою милость. Поэтому я очень благодарна Гуру Махараджу и намерена служить ему верой и правдой, исправляя свои ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok